Куда выбросить емкости из-под моторных масел или же старые покрышки? Этот вопрос сегодня остро стоит перед большинством гаражных кооперативов города. И если одни, глядя на лежащий мусор вокруг, только разводят руками, то председатели других ГСК даже организуют селективный сбор мусора. Экологи выяснили, какой гаражный кооператив самый ухоженный в городе. Покрышки в воде, повсюду мусор и неприглядные мусорные баки. Так выглядит самый неухоженный гаражный кооператив в городе. По оценке комиссии из отдела экологии администрации Северодвинска в этом году им стал ГСК «Кардан» в районе улицы Карла Маркса. Всего экологи проверили 50 гаражных кооперативов и лишь к 22 из них не возникло серьезных замечаний. Самыми грязными среди оставшихся это кардан, темп и мотор. В этих ГСК выявлены, помимо того, что грязные контейнерные площадки, не вывезен мусор, еще и загрязнение территории ГСК. Экологи отмечают, с годами территории ГСК становится все чище, с разной регулярностью, но мусор от гаражей все же вывозится на свалку. Везде установлены контейнеры. Пожалуй, показательными примерами, по словам членов комиссии, можно назвать ГСК «Грант», «Машиностроитель-1», «Железнодорожник», «Гудок», «Сиверка», «Маряну» и «Скат». Последний находится в конце улицы Юбилейная. Здесь даже организовали селективный сбор мусора, а отработанные масла автолюбители могут сдать на утилизацию. «Изготовили контейнер, привезли даже бесплатно. И вот мы собираем стекло, бутылки, полиэтилен отдельно от мусора. Сейчас уже и люди стали по воспитанию. Плюс у нас видеонаблюдение и даже есть санкции, если кто-то будет здесь сорить». Справедливости ради стоит отметить, что в ГСК «Скат» всего 41 гаражный бокс, так что следить за такой небольшой территорией значительно проще. Но ответственности председателя ГСК стоит только порадоваться. Те же кооперативы, где нарушения все же нашлись, экологи в конце июня проверят снова. Руководители ГСК в этот раз уже могут получить серьезные штрафы до 250 тысяч рублей. А пока обошлись предупреждениями. Сергей Курбан, Родион Саханько, Вестник Северодвинска.